Прежде всего, тактического характера вопрос о завершении уборки урожая. В этой связи, как мы и договаривались, и вы обещали, 15 ноября все работы надо по уборке урожая закончить. Если там хвосты какие-то по кукурузному зерну или же сахарной свекле останутся, ну, желательно 15-го уборку завершить этих культур. Хорошо, что очень неплохо мы сработали в этом году и вовремя убрали основные культуры. И самое главное – подъем зяби. Надо перепахать, все перепахать, особенно поля кукурузные, ну и по максимуму поднять зяби. Ибо потом будем кувыркаться весной. Мне хотелось бы сегодня услышать от вас, ну, уже не прогноз, сельхозгод закончился, что мы имеем на сегодняшний день. И прежде всего, эффективность работы сельского хозяйства и финансовая устойчивость сельхозпредприятий. Я понимаю, что очень даже непросто, всегда было непросто селу. Ну, и за рубежом оказывается серьезная поддержка сельхозпредприятиям, фермерам. Везде она оказывается. Мы также поддерживаем сельскохозяйство, насколько можем. Но как у нас обстоят дела с финансами? Потому что те кредиты, которые брало село, их надо возвращать. Тем более, что такая возможность есть – рассчитаться с банками, бюджетом по долгам. И еще одна тема – это сохранность урожая и поставка на прилавки. Я, слушая отчет профсоюзного лидера нашего Михаила Сергеевича Арду, попросил его взять на контроль ценообразования в стране. И, естественно, будут контролировать, прежде всего, основные позиции. Прежде всего, это продукты питания. Поэтому мы договаривались о том, что полностью страна заготовит стабилизационные фонды, то есть запасы до мая-июня месяца продуктов питания, чтобы хватило в стране. Это надо полностью заготовить. И вот что касается дальше, надо жестко взять под контроль работу губернаторов, вертикали власти, местных органов власти по вопросам обеспечения продовольствием в зимний период, весенний период нашего населения, чтобы не было колебания цен. А так, получается, вы мне осенью докладываете, что с избытком в хранилищах продовольствия, а цены начинают скакать. На какие виды? На картошку. Как-то так. Исконно белорусский. Исконно белорусский продукт, и цены там начинают плясать. Или на капусту, что не хватает. Или на гречку. Все это надо держать на контроле. И вице-премьер должен взять на себя вот контроль. Твое дело обеспечить проламок, а он должен раскрутить все, кто занимается ценообразованием, контролем за ценообразованием, выстроить их, чтобы контроль за ценами был приличный. Еще одна тема. Как сработала Витебская область в связи с тем экспериментом, который мы с вами затеяли в течение этого года. Как они сработали и какой результат. Ни в коем случае нельзя упустить этот вопрос. Ибо пройдет 3-5 лет, придут опять, руки разведут, скажут, не получилось. Каждый год надо контролировать, какой отдачу дает эта система работы. А потом, мне кажется, исходя из опыта, да и вам, это неплохая система. Ее придется перекладывать на другие области. Может быть, не в целом, но на отдельные районы, регионы, областей. Где-то найдутся такие предприятия, которые мы должны объединить, которые будут заниматься переработкой того, что дадут колхозы, совхозы, фермеры. Вот, учитывая неравномерность развития села по регионам, как обстоят дела в этом плане в Витебской области. Ну и самый главный стратегический вопрос – Всебелорусское народное собрание, которое буквально через пару месяцев состоится, задача на пятилетку. У нас в стране программа на 2021-2025 годы. Как мы будем планировать в области сельского хозяйства наши дела? Спасибо, Андрей Говоревич. По результатам, 10 месяцев 2020 года объем производства и роста сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств вырос на 104,6%. В сельхозпредприятиях на 106,7%. То есть в колхозах и совхозах дополнительный объем, прибавка сельхозпродукции выше, чем у фермеров? Да. Так я понимаю? И у крестьян, да? Чем у личных подсобных хозяйств? Лишные подсобные хозяйства сработали на уровне 96%, а сельхозпредприятия сработали на уровне 106,7% роста к уровню прошлого года. Все регионы, уже Александр Говоревич, сработали с ростом к уровню прошлого года.